В Наринмаре продолжается ямочный ремонт дорог. Правда, качеством его многие автоводители, да и пешеходы крайне недовольны. Трещины, выбоины, которые устраняют коммунальные службы, держатся до первых дождей. И этого не скроешь. Впрочем, помимо этой существует еще ряд проблем. На календаре уже июль, а дорожное полотно до сих пор больше напоминает стиральную доску. Накануне Игорь Кошин на планерке раскритиковал дорожные службы и поручил своему заместителю по вопросам инфраструктурного развития рассмотреть возможность кадровых изменений в сфере дорожного строительства. Своё обещание дорожные службы, конечно, сдержали. Они начали ремонт в поставленные сроки в конце июня. Но за 10 дней смогли залатать лишь малую часть огромного количества колдобин. Сами коммунальщики ссылаются на плохие погодные условия. Мол, дождь, а при дожде нельзя. С Доримстроем организация, которая обслуживает дорогу от Искателей до Кольцевой на Первомайской, связаться нам так и не удалось. А вот представитель комбината по благоустройству смог разъяснить сложившуюся ситуацию. Именно они занимаются городскими дорогами. А если будет погода благоприятна, примерно вот сколько времени это займет? До августа, до середины августа? Ну нет, у нас если бы и погода была приятна, и материал весь был в наличии, который нам нужен, то я думаю, что мы буквально месяц-полтора бы эту работу сделали. У нас, в принципе, всё зависит не только от погоды, а еще от материала, который нам достается. Не очень так бы сказать, как бы хотелось, быстро. Цифры удручающие. Только в одном городе почти 400 квадратных метров дорожного полотна требуют ремонта. А в идеале полной замены. Впрочем, асфальта сейчас едва хватает лишь на временные заплаты, которые держатся словно на клею. Дождь, то есть они будут стоять недолго, а когда погода хорошая, она будет стоять долго. На Сахалине и лесозаводе огромные ямы мешают водителям уже несколько дней. Рабочие их даже не попытались огородить. Опытный шофер объедет, так как быть остальным. Водители шутят, помогут обучающие курсы для профессиональных виражей. В городе подобных мест, конечно, тоже немало. Сейчас дорожники их спешно ремонтируют, создавая тем самым большие пробки. О безобразном качестве дорог глава Ненецкого округа Игорь Кошин знает лично. На очередной планерке он четко дал понять, плохое исполнение обязанностей влечет за собой увольнение. Если такая ситуация с дорогами будет продолжаться, перемена в кадрах коммунальщиков неизбежна. Уважаемые коллеги, мне кажется, что подходит уже время каких-то кадровых решений. Поэтому обращаюсь ко всем. Наши дороги яркий пример плохого исполнения своих полномочий, как округом, районом и поселениями. Игорь Кошин своему заместителю по вопросам инфраструктурного развития Владимиру Бланку поручил усилить контроль за работой в сфере дорожного строительства, а также в срок до 10 июля предоставить предложение по кадровым переменам в управление строительства и ЖКХ Ненецкого округа и Дуримстроя.